Какова была бы ваша реакция, если бы начальник на работе потребовал, чтобы вы за полтора месяца поправились на 20 килограмм, а затем снова вернули прежнюю форму за те же сроки? Не верите, что такие ситуации случаются? А зря! Мы приветствуем всех на канале Фитстарс! Сегодня вас ждет история трансформации российской актрисы Александры Бортич, готовившейся к съемкам в фильме «Я худею» режиссера Алексея Нужного. Как ей удалось набрать 20 килограмм за полтора месяца и как она смогла вернуть былую стройность за то же время? С какими трудностями пришлось столкнуться и почему были поставлены такие условия? Об этом и о многом другом смотрите прямо сейчас в нашем выпуске. Сценарий комедийной мелодрамы имел аж 17 вариантов и разрабатывался 2,5 года. Для его создания авторы опросили огромное количество девушек, мечтающих похудеть, для того, чтобы максимально разобраться в данной проблеме. Кстати сказать, режиссер Алексей Нужный тоже сбросил перед началом съемочного периода 28 килограмм, а сценарист фильма Николай Куликов – 20 килограмм. Впечатляет, не правда ли? «Я худею» стал первой картиной за всю историю мирового кинематографа, где актриса набирает вес, а затем теряет его во время съемок. Да, действительно, Александре Бортич пришлось поправиться на 20 килограмм при подготовке к роли кондитера Анны – молодой и привлекательной особы, беда которой заключается в излишнем увлечении нездоровой пищей, что в конце концов становится причиной излишней пышности фигуры и краха личной жизни. Так ты беременная, что ли? Сорян, ребят, убегаться. Но не стоит раньше времени переживать. Героиня Бортич все-таки решает взять себя в руки и похудеть. Жанр фильма обозначен как комедийная мелодрама, так что в финале все обязательно будут счастливы. Конечно, нужно отдать должное смелости и решительности Александре Бортич, ведь такие игры с весом – это еще и игры со здоровьем. Да и чего греха таить, набрать килограммы – это одно, а вот избавиться от них в кратчайшие сроки – совсем другое. В 2004 году на мировые экраны вышел шокирующий документальный фильм американского кинопроизводителя Моргана Сперлока «Двойная порция», рассказывающий о необычном эксперименте режиссера над самим собой. Морган Сперлок решает на протяжении месяца питаться исключительно в Макдональдс и не заниматься спортом. Кстати, а у вас бывало такое? Напишите в комментариях. Стоит отметить, что до начала сего опыта Сперлок был в прекрасной физической форме, вел активный образ жизни и правильно питался. Когда эксперимент подошел к концу, Морган прибавил в весе 11 килограмм и получил ряд серьезных проблем со здоровьем, в том числе поражение печени. А вот восстановить прежнюю форму и состояние организма ему удалось лишь через 14 месяцев. А вот у Александры Бортич все получилось быстро. Возможно, свою роль в этом сыграл контракт, по условиям которого актрисе грозил огромный штраф в случае, если она не успеет сбросить вес в нужный срок. Конечно, можно было бы сначала снять финальные сцены похудевшей Ани Кондитера, а затем уже набирать полноту и работать над эпизодами начала истории. Но режиссер потребовал убедительности. Он считал, что актриса должна пройти вместе со своей героиней весь процесс похудения. Рост Александры составляет 162 сантиметра. Вес до начала работы над картиной «Я худею» имел отметку около 50 килограмм. На первый взгляд может показаться, что при такой хрупкой фигуре просто невозможно спустя полтора месяца получить 70. Но героиня нашей истории не скрывает, что в детстве обладала склонностью к полноте и стала худой только в 16 лет по причине неразделенной любви. «И сейчас, если я начинаю есть, когда я захочу и что я захочу, лишние килограммы сразу появляются», – делится актриса в интервью журналу «Грация». Поэтому набрать вес для съемок оказалось для нее достаточно простым делом. Александра Бортич рассказала, что специально отправилась в путешествие по разным странам, где она ела высококалорийную пищу в больших количествах. В основном предпочитала гамбургеры, чизбургеры, пиццу, жареную курицу и жареную картошку, а также различные сладости. 20 килограмм. Рассказывай, пожалуйста, Саша, как за полтора месяца набрать двадцатку, вдруг кому-то пригодится. Да, отвращения есть много. То есть вот я поела очень плотно с утра, пошла гулять, вот через полчасика чуть-чуть улеглось, опять надо закинуться, снова, еще, еще. У меня были моменты, когда я говорила, если я сейчас почувствую запах еды, меня вывернет наизнанку. Ну, это просто, на самом деле, весело такую первую неделю. Затем нужно было за полтора месяца похудеть на 20 килограмм. И тут актрисе, конечно, пришлось как следует попотеть, в отличие от ее героини. Мы видим, как Анна-кондитер с трудом соблюдает режим, неуклюже занимается на тренажерах, срывается и постоянно ест все, что нельзя. И никаких изнурительных физических нагрузок. Конечно, с таким подходом скинуть не получится. В реальной жизни Александра не занималась ленивыми пробежками, а сразу перешла к силовым высокоинтервальным тренировкам два раза в сутки, шесть дней в неделю. Параллельно практиковала кардионагрузки, плавание и танцы. Она вспоминает о том периоде так. Я перешла на правильное питание, тренировалась шесть дней в неделю, ходила на болезненный массаж и до сих пор продолжаю работать над собой. Стандартная схема – это правильное дробное питание и тренировки. Бортич употребляет только низкокалорийную пищу, небольшими порциями, такую как овощи, нежирное мясо, рыбу, кисломолочные продукты, крупы и яйца. А также она пьет много воды и ничего не ест за три часа до сна. Эксперимент с фигурой – не единственный смелый поступок Александры Бортич. Она сама выполняла на съемках многие трюки, в том числе карабкалась между балконами на седьмом этаже, прыгала с пирса в воду при температуре ниже 10 градусов и выбегала из горящей бани в горящей простыне. Ну и в заключении хочется процитировать фильм, о котором мы рассказывали. Если я решила худеть, худей не к лету, а для себя. И перестань себя стесняться. Как видите, сбросить лишний вес и привести себя в форму вполне реально, если вы действительно этого хотите. По итогу стараний Саши она получила свои плоды, справилась, похудела на 20 килограмм и стала выглядеть еще привлекательнее, чем до начала съемок. Кстати, похудеть еще проще можно на fitstars.ru. Там вас ждут более 100 программ тренировок от звездных тренеров. Переходите по ссылочке в описании, получайте промокод и занимайтесь вместе с нами. Подписывайтесь на наш канал, поставьте красивый лайк этому видео и напишите в комментариях, о чем бы вы хотели увидеть следующий выпуск. Пока!